С начала августа в Тверской области стартовала баштавная кампания по предупреждению детского травматизма. Региональным правительством разработан план мероприятий для формирования у ребят навыков безопасного поведения. Тему продолжит Наталья Чегет. Работа детских лагерей в связи с COVID-19 была скорректирована, поэтому многие школьники проводят каникулы дома или загорода. Часто находятся без присмотра родителей, что повышает риски возникновения опасных ситуаций. Только за прошедшие месяцы в Тверской области в ДТП погибло почти столько же детей, сколько за весь прошлый год. Увеличилось число малышей, выпавших из окон и погибших на водоемах. Проводимый месячник безопасности должен обратить внимание взрослых на профилактику травматизма. В этом им помогают различные ведомства МЧС по Тверской области, региональное УМВД, ГИБДД и местные власти. В общем результате снижения происшествий с детьми заинтересованы все. Здесь каждый из родителей должен через себя это пропустить, чтобы соответственно спрофилактировать какие-то неприятные ситуации. Я скажу одну такую фразу, просто нас дорога не ждет, нас ждут наши близкие, понимаете. Поэтому выпуская ребенка на дорогу, надо вот это вот понимать. Острая ситуация сейчас из ДТП при участии подростков. По статистике за 7 месяцев этого года на дорогах Тверской области произошло 92 ДТП, в результате которых 4 ребенка погибли и 103 получили травмы различной тяжести. Более того, нередко бывают случаи, когда родители приобретают своему ребенку транспортное средство. Мопед, скутер, мотоцикл, забывая о том, что управлять ими могут только лица старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение. Однако в этой ситуации родитель должен предвидеть угрозу здоровья своего ребенка. У нас сейчас наиболее актуально это когда дети водители. Почему? Потому что сейчас в летний период времени все находятся на отдыхе у бабушек, у дедушек. То есть постоянно управляют, начиная от мототехники, заканчивая велосипедами и скутерами различными. Поэтому наибольшие опасности они подвергаются. Соответственно, тяжесть последствий таких ДТП наиболее сильная. Нельзя забывать и про бытовые травмы. Например, открытые окна могут стать причиной серьезных травм, когда москитная сетка создает иллюзию безопасности и не может уберечь от падения. Очень часто облокачиваются дети, то есть это падение с высоты. Травмы на воде, тазанки, утопление. Ну и, конечно, это опасность рядом с костром и на природе в виде змей, каких-то травм, полученных в результате падения. На совещании с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным губернатор Игорь Рудене предложил организовать профилактическую кампанию на общероссийском уровне. Необходимо напомнить детям о правилах безопасного поведения. Наша основная задача сейчас, вот в этот месяц перед началом учебного года, максимально спрофилактировать ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. Мы считаем, что под нарастающей, которой идет компания профилактики, должна принести соответствующий результат. Эта работа в течение августа дальше перейдет уже в плановую работу Мечник безопасности дорожного движения, который традиционно проводится с 1 сентября по 1 октября. Поэтому эти два месяца, они такие будут ударные по профилактике детского травматизма. Надеюсь, это принесет позитивные результаты. Но, конечно, главная задача – это сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения Тверской области. В рамках кампании по предупреждению детского травматизма ожидается множество мероприятий и в детских садах, и в школах. Главное помнить, что внимательнее надо быть как родителям, так и детям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...